итак дорогие друзья сегодня у нас вот такой вот триммер на ремонте вот причина обращения не заводится мы проводим внешний осмотр что видим что у нас вот здесь вот очень много бензиномасляных жидкостей скорее всего здесь прокладка у нас нарушена так как с этой стороны сухо то причина скорее всего в прокладке если бы с этой стороны было мокро тогда причина могла быть комплексно это мог быть и бачок лопнутый воздухом засасывал отсюда бы бензин и сюда выдувал соответственно и она была бы здесь мокро но так как мокро только здесь то причина скорее всего кроется в прокладке сейчас мы его разберем и посмотрим что там у нас с ней случилось разбирается он при помощи ключа на 4 желательно подлиннее шестигранного и 4 винта вот этих сейчас выкрутим карбюратор снимать не будем просто скинем шланги и глушитель открутим здесь там может совсем его снимем вот мы сняли цилиндр что мы видим как я и говорил дело в прокладке но только единственная прокладка не порвалась вот эти два болта они ослабли и и как бы сюда вода сосал видите здесь щель вот она видно примерно миллиметровая щель соответственно смесь отсюда просто сочилась будем менять прокладку поставил такую новую прокладочку и проблема помимо этого еще цилиндре не знаю будет видно на камеру нет вот здесь вот что-то попало между поршнем и цилиндром и продрало цилиндр покрытие повреждена цилиндр только заменить больше здесь ничего не выйдет но поршень никаких механических повреждений не имеет что странно конечно поршень оставим этот поменяем прокладку поменяем цилиндр на новый и все это соберем в обратном порядке попробуем заведем пойдем поговорили мы с клиентом объяснили ему ситуацию клиент говорит менять все то есть поршень тоже с кольцами менять будем ставить новую поршневую 2 мы убираем вот но думаю разобрать у наших людей проблем не будет выкручивайте 4 болта снимаете цилиндр соответственно вот он карбюратор откручиваете два вот этих потом теплоизолятор снимаете старайтесь сохранить все прокладки если не сохраняем то соответственно меняете на новые здесь у нас были болты на 4 мы их шестигранником на 4 откручивали глушитель откручивается шестигранником на 5 вот и под отвертку по моему или на 4 здесь сбоку еще один бог есть который держит глушитель вот кольца держится вот этот поршень держится на стопорном кольце его мы я вот такими кругленькими круглогубцами изогнутыми вынимаю занимая с собой сторон можно принципе с одной стороны пытаться отсюда его вытащить теперь нам надо выбить палец который нам держит поршень у вас будет вот сюда входить но при этом упираться в пальчик палец уже имеет нагар поэтому ходить бы довольно тяжело постукивание мы отсюда вынимаем подшипник подшипник еще в порядке сразу смотрим внутрь нам надо чтобы внутри все было чисто и смотрите вот сюда вот на коленвал коленвал должен быть цвета одинакового везде если он здесь темнее значит здесь что-то с подшипником и коленвал уже требует замены вот ну а в сумме если допустим поршневая и коленвал то этот ремонт будет очень дорогой смысла не имеет проще купить дешевый пример вот старая прокладка помимо того что вылезла как я показывал она еще здесь была надурвана порвалась будем менять на что он ходит в новый поршневую это два кольца палец поршень или стопорные колечки и соответственно сам цилиндр вот сейчас все это мы соберем и установим на данный пример помимо этого мы поставим цилиндр чуть чуть меньшей мощности 0 33 здесь было 43 клиент об этом предупрежден просто сейчас на данный момент сорок третьих нету он горчи наоборот лучше будет меньше жрать бензина как бы с этим немножко согласны так как мы одеваем кольца на поршень есть конечно всякие специальные приспособления но мы их не используем главное кольца одеть правильно а именно у колец есть вырез такой он специально для упора вот для этого и соответственно нам надо чтобы эти вот штуки они были внизу иначе у нас кольцо не станет правильно просто берем вот так пальцами расширяем немножко колечко не сильно то сломаете сюда вот одеваю берем второе растягиваем также ничего сложного ступорные кольца можно крутить отверткой можно крутить круглогубцами берем в подставляем и проворачиваем она уже стоит теперь вот эта стрелочка может быть . какая-нибудь там с краски с какой-нибудь это на глушитель у нас направление кольца потом уже не стоит с этой стороны в противоположная шлангов поэтому направляем так берем наш подшипничек вставляем берем наш новый пальчик вставляем ступорное кольцо на место поправляем немножко кольца так вот одеваем нашу прокладочку так берем наш цилиндр и смотрим вот эта часть будет теплоизолятор уйти а это будет глушитель соответственно одеваем вот так поправляем кольца прокладочку как бы подтягиваем наверх на цилиндр чтобы она у нас не закусила это никуда все берем наши болты которыми крепился старый цилиндр ключ наш волшебный закручиваем закручивайте крест-накрест сильно сразу не подтягивайте чуть-чуть наживу льете вот теперь подтягиваем подтягивать надо прилично но чтобы не сорвать резьбу если резьбу сорвете хоть на одном уже все туда будет сосать воздух теперь берем старый цилиндр и снимаем карбюратор так откручиваем теплоизолятор держится на двух винтах в данном случае под отвертку хотя бывает и вот шестигранник на 4 так смотрим прокладочка у нас еще хорошая и прикручиваем теплоизолятор уже к новому цилиндру как видите ничего сложного замене нет самостоятельной вот нашей примеру мастерской работа стоит вместе с запчастью 3000 рублей вот поставлю сразу карбюратор прокладочка у нас смотрим чтобы была целая обязательно в данном случае тоже винты под отвертку но бывают как я уже говорил под шестигранник и эти винты которые держат нам карбюратор прикручиваем подтягиваем надеваем шланги дальний патрубок у нас с фильтром черный где вам было куда и обратка это прозрачная сюда глушитель ставим прокладочку делаем глушитель не попал я что-то приберем сразу маленький вот этот болтик вот тут с этой стороны глушитель прикручиваем обычно причем на 5 затягиваем глушитель все поршень у насходит отлично ну а теперь собираем всю обвеску пластик прикручиваем палку вкручиваем свечку и идем пробуем заводить как видите ничего сложного подписывайтесь на наш канал сейчас мы заведем по тарахтим покажу вам как работает всем удачи пока и так вот он наш триммер на котором мы меняли поршневую группу целиком из азодира и прокладку под цилиндром вот сейчас мы его заведем посмотрим как он у нас тарахтит все все отлично работает пройдем обкаточку и будет все ништяк подписывайтесь на наш канал всем удачи пока